МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Язык. Ключ к познанию мира». Сегодня мы поговорим об изучении казахского языка в образовательных учреждениях. Сегодня у нас в студии гость, руководитель городского управления образования Туримуратова Женсууменешевна. Женсууменешевна, здравствуйте! Здравствуйте! Мы знаем, что казахский язык непосредственно касается системы образования. Идет интенсивное внедрение казахского языка, изучение казахского языка во всех классах, начиная с первого класса. И изначально хотелось бы, наверное, поговорить о программе казахского языка, наверное. Сейчас сколько часов уделяется, каким классам, как вообще программа рассчитана? Да, ну, эта тема сегодня, она актуальна. Я считаю, что она и будет еще до полной реализации, как бы до достижения намеченных целей, поставленных главой нашего государства, правительством страны. Казахский язык как государственный, он должен быть принят на всей территории страны, и не только принят. Люди должны овладеть этим языком. Поэтому в этом плане я, наверное, начну разговор с того момента, что, во-первых, все законодательные акты касательно применения казахского языка как государственного четко определили место казахского языка. Сегодня на эту тему, по-моему, уже никто не спорит, надо или не надо изучать этот язык. Мы сделали большой успех, я так думаю, в этом плане. Что касается изучения, дальнейшего внедрения, широкого использования государственного языка, наверное, начну с цифр. Если в этом учебном году в школах города обучается 37 579 учащихся, из них 16 730 учащихся – это наши дети не казахской национальности, то есть это русские, украинцы, татары и так далее. Конкретно русских детей у нас в школах города 9 277. Потом идет за ними уже количество татарской национальности, украинской национальности, азербайджанцы, немцы, корейцы и так далее. Всего в школах города обучается порядка 70 национальностей детей. Я бы еще отметила такую динамику. Сегодня в казахских школах, а их у нас сегодня 21, кстати, 12 школ со смешанным типом обучения, то есть русские и казахские классы, и 15 школ с русским языком обучения. На сегодня 191 ребенок не казахской национальности обучаются в казахских школах. Я считаю, это очень хороший пример того, насколько люди понимают ответственность, свою принадлежность к нашей общей отчизне под названием Казахстан. Что касательно нормативной базы. Вы знаете, в 2012 году постановлением правительства утверждены стандарты дошкольного и общего среднего образования. И казахский язык, наряду с другими прочими предметами, является обязательным предметом в школах, в детских садах нашей страны. И надо сказать, вот начнем разговор с дошкольного образования. Сегодня из 50 государственных дошкольных организаций, 26 детских садов работают по смешанному типу. То есть в них присутствуют и русские группы, дети с русским языком обучения и воспитания, и казахские группы. И надо сказать, что согласно вот этого стандарта, о котором мы сейчас говорили, в 2012 году утвержденный. В 2013 году, кстати, приказом министра и в 2012 и в 2013 последовательно утверждены типовые учебные планы в целях реализации этих стандартов. Кроме того, также утверждены учебные программы для предшкольной подготовки. Как мы сегодня говорим, это нулевые наши классы. И в 26 садах, где имеются классы с русским языком, группы с русским языком обучения и воспитания, у нас внедряется казахский язык. И наоборот, в казахских садиках с казахским языком обучения русский язык внедряется. Сколько часов деляется? Сколько часов. У нас обучение другого языка, второго неродного языка, начинается с трех лет. Если взять младшие группы, вторая младшая группа, то это в месяц два раза. В старших группах уже три с половиной дали лет, обучаются уже в неделю два раза. Ну, вы знаете, детские программы образования и воспитания в детских садах, в основном она построена через игровые моменты. Познание мира, окружающей среды, изучение, развитие языков. У нас основная деятельность идет через игровые моменты с учетом физиологических особенностей, возрастных особенностей детей. Какие-то методики сейчас изменились? У нас есть программа именно по развитию речи. Это Зирик Бала и другие программы. В начале учебного года разрабатываются учебные планы, программы, технологические карты, как мы обычно, согласно стандарту дошкольного воспитания и обучения. И планово все эти работы проводятся. И я бы хотела сказать, именно вот в дошкольном воспитании эта работа лучше двигается, на наш взгляд, и по анализу нашей работы, потому что все-таки дошкольный возраст, он особенно через игры, через посещение каких-то мероприятий, через экскурсии. Вы знаете, что в детских садах у нас есть программы целые разделы. Это животный мир, растительный мир, времена года. И все это идет через игровые моменты. И дети как бы увлеченно, вообще надо сказать, они же дошкалят у нас как промокашки, они все впитывают очень быстро. Поэтому мы являемся свидетелями хорошего результата, когда проводим большие интересные мероприятия на уровне города, области. И наши дети, несмотря ни на какие национальные признаки, читают стихи. И очень выразительно, не просто вот методом зубрежки, а видишь в глазах ребенка, насколько он понимает само слово. И вот дошкольное образование, оно же идет через привитие навыков. Вот любой язык, хоть русский, хоть казахский, вначале через детские сады, через дошкольное воспитание, мы даем ребенку понять какие-то особенности языка, звуки фонетические, национальные особенности, в том числе и казахского языка. И, мне кажется, дети этим очень хорошо увлекаются. Что касательно школьного образования, вы знаете... Формы игры именно, какие-то игровые моменты, они используются ли уже в школе конкретно? Может быть, в начальных классах, да, в старших уже более сложно с этим, да? Вы знаете, вы же понимаете, что сегодня система вообще образования в стране, становления казахстанской модели, школьной модели, идет через опыт мирового опыта, в частности, кембриджской технологии, через развитие критического мышления. Вот как раз работа в группах детей, это тоже самое, в определенной степени игровой момент. Если стандартные уроки у нас ведущую роль имеет учитель, как бы идет прямая передача каких-то знаний, определенного объема знаний согласно программе, то здесь, так же, как и в детских садах, в школах широко сегодня используется нестандартный подход, так мы скажем, уже в форме различных игр, в том числе. Особенно в начальном звене, и в среднем звене у нас это хорошо практикуется. Какой результат дает это? Я вот часто общаюсь с родителями, и многие, не буду говорить, у меня очень много знакомых и друзей не казахской национальности, русские, украинцы и другие. И вот из их бесед-то я знаю, что и смеясь, и радуясь, они говорят, дети у меня знают казахский язык, иногда домой приходят по привычке, что-то говорят на казахском языке, жаль, я типа не понимаю. Поэтому я думаю, через родителей, вот, обратная как бы связь, понимаешь, что детям вообще это интересно. Другой вопрос, насколько качественно мы проводим эту образовательную политику в сфере изучения языков, в том числе и государственного казахского языка, насколько мы качественно, учителя, работаем в этом плане. Да, вот раз уж к этому разговору у нас подошел, как у нас дело обстоятельств со специалистами? Со специалистами? В этом нехватке, может быть. Я не скажу, что у нас есть нехватка в преподавании, вернее, в подготовленных педагогических кадрах в преподавании казахского языка, как государственного языка. И в казахских, и в русских школах у нас здесь проблемы нет. Ну, вы заметили, я не останавливаюсь на вопросах казахских школ, потому что это их национальный язык, здесь, соответственно, программа для изучения, она полностью соответствует всем нормам, это родной язык. Если говорить русские классы в русских школах, то у нас на сегодня 236 преподавателей в городских школах, которые ведут уроки казахского языка и литературы. И более 44% — это учителя высшей и первой категории. Если четко сказать, первой категории, конечно, больше, это порядка 80 учителей, которые имеют первую категорию, квалификационный уровень, и порядка 25 — это учителя, которые имеют высшую категорию, учителя казахского языка и литературы в русских классах, в русских школах. То есть остальные имеют вторую уровень квалификации. У нас нет специалистов, которые не имеют соответствующего образования, поэтому качественный состав педагогических кадров именно государственного языка, казахского языка, очень высокий. Но тем не менее, учителю учителю рознь. Это не будем скрывать, как и в любой профессии. Есть мастера очень высокого уровня, есть среднего, и есть люди, которым еще надо расти, заниматься самообразованием и так далее. И здесь мы какой... Вот просто если взять итоги единого национального тестирования прошлого года, здесь мы можем похвалиться. У нас средний балл по казахскому языку выпускников русских школ где-то порядка 18 баллов. Средний балл — это неплохой показатель. Процент качества — более 95%. И очень много детей, которые набрали оценку 5 по государственному языку. Но вы знаете, единого национального тестирования, специальные временные рамки, и там... Но! Насколько вот в разговорном... Да, вот ваше мнение как специалистов все-таки. Единое национальное тестирование. Способно ли раскрыть все знания ученика, показать, наверное, все знания? И насколько вообще отображает оно? Вы знаете, вообще тестирование в мировой практике — это технологии, выработанные вначале развитыми странами, где вот технологии вообще обучающего процесса и определения уровня грамотности. Многие страны, где это сегодня технологии, очень мощно используются, поэтому ее опровергать, насколько... Вообще любое оценивание знаний — это относительно. Тем более единого национального тестирования — это уметь научить ребенка, заставить ребенка сконцентрироваться во временной промежуток времени. Вы же знаете, что не секрет, когда очень умненькие дети, от которых мы ожидаем, например, по какому-то предмету пятерку, вдруг получают четверку. Или наоборот, ученик, от которого ожидается оценка, например, три, он может получить четверку. Вот именно вот здесь и психологическая подготовка, и от характера зависит, от типа характера. Поэтому все относительно. Но в целом, это тоже экспериментально подтверждено, в целом подготовленный ребенок в этот временной отрезок, он максимально выкладывается и показывает, среднеарифметически свой уровень знаний он показывает. Но в советские времена, если помните, это традиционно вынимали билет. Если помните, были удачный билет и неудачный билет. Там то же самое. Ученик или абитуриент, он предмет свой в принципе хорошо знает, но закон подлости вытащил билет, на вопросы которого он в этот момент сконцентрироваться не может. Это же тоже бывает. И вместо заявленной пятерки получает четверку. Поэтому это все относительно. Но в целом, я еще раз говорю, еще человечество, педагогика мировая, еще не придумала тот тип экзамена, который бы четко характеризовал уровень грамотности и знаний учащихся вообще. Но все-таки, наверное, возможно, за подготовкой к ЕНТ, вот в 11 классе, особенно в выпускном, возможно, какие-то другие факторы влияют. Сейчас новые технологии, что ребенок все меньше и меньше начинает говорить. То есть речь не так уже развивается, да, и как-то это все немножко теряется. Вот в чем причина? Ну в чем причина? Причина в одном. Вот именно, если мы при старой системе на самом деле писали сочинения, было время, три часа, учащиеся, выпускники сидят, пишут сочинения, диктанты, если это не родной язык. Здесь уже напрямую, конечно, ребенок выкладывается. В этом плане, да, у нас дети сегодня, правильно вы подметили, мало говорят, потому что и мало читают. Вот и применение новейших технологий, информационных технологий в частности. Сейчас уже дошкольник спокойно залазит в интернет через айфон родителей или собственный айфон, смартфоны, любые виды. Вроде бы технологически наши дети очень мощно ориентируются в это пространстве. Но нечитаемая становится публика. Это проблема вообще и в развитых странах. Кстати, вот в ангельских школах, тоже понимая, что это тоже проблема у них, они ввели часы чтения, вне зависимости от уровня и вида школы. Начальная, зеленая, средняя или старшая. То есть обязательно характерно? Обязательно, да. И это не как предмет, а время отводится специально, и вся школа сидит и читает. Мы в прошлом году эту идею тоже как бы рекомендовали нашим школам. Многие школы ее очень хорошего как бы используют. Но я не думаю, что здесь тоже это зависит и от руководства, администрации школ, от желания педагогов. Поэтому, возможно, над этим мы тоже будем мониторить и проводить определенный анализ. Некоторые школы ее прямо приняли как руководство хорошему действию, и это целенаправленно проводят. Здесь, поэтому, в принципе, министерство над этим тоже работает, надо сказать. Сегодня в ходе реализации государственной программы развития образования и науки в Республике Казахстана 11-20-е годы, вы же знаете, какие у нас сегодня все-таки перемены. Эта программа в целом принята, но уже по ходу реализации идут определенные корректировки. И переход на 12-летнее образование у нас возникли вопросы. Это было связано со многими факторами, начиная от материально-технического оснащения школ, заканчивая качеством обучения, преподавания и так далее. Сегодня на чем останавливается все-таки? Сегодня, согласно этой государственной программе, раз мы уже говорим именно о развитии государственного языка, то вот 15-й год завершается, это первый этап реализации государственной программы. И здесь надо сказать, что мы достигли очень многого. Критика, она всегда будет, и когда работаешь, она критикой должна быть. Благодаря этой критике мы исправляем какие-то свои нюансы, но она является мотивирующим фактором, когда ты, наоборот, движешься вперед при этой критике. И вот сейчас мы подвели анализ по нашей своей работе по городской системе образования. Многие показатели, индикаторные показатели, которые были предъявлены, как бы поставлены перед учительством из страны и города в том числе, мы многие факторы сегодня цели достигли и где-то даже перевыполняем. А в части развития государственного языка, то на 15-й год это 70% учащихся, выпускников школ должны овладеть государственным языком. Но если мы сегодня на ЕНТ показываем 95%, средний балл 17%, это же очень хорошо. Но, однако, мы не должны успокаиваться. Все равно, для чего мы обучаем детей? Чтобы они этот язык применяли в повседневной жизни. Чтобы этот язык стал как родным. Так же, как для меня, для всех остальных бывших, как, скажем, выпускников советской системы, для нас, наряду с государством, с родным казахским языком, русский язык стал настолько родным, что для нас нет проблемы в общении. Я думаю, казахский язык тоже через определенное время будет так востребован, что это просто будет необходимость. И я рада тому, что родители сегодня это очень воспринимают очень хорошо. Очень хорошо. И огромный большой процент. Здесь, а к 2020 году мы должны достигнуть 100% овладения государственным языком. Вот в сфере образования, опять-таки, к этому делаются постоянно определенные шаги. И, в частности, вот сейчас практикуется преподавание предметов других на казахском языке, в русских школах. Вот как это у нас применяется ли, и как оно показывает, какие результаты? Ну, политика главы государства и правительства в лице нашего министерства, вы знаете, это трехисычи. Уже конкретно поставлено. Мы должны, наши дети в перспективе должны владеть тремя языками свободно. Это вообще знание языков, я бы сказала, это внутренняя свобода любого человека. Это я на себя хорошо ощутила в свое время. Поэтому, я думаю, интерес наших детей, он есть. Опять-таки, я возвращаюсь к качеству преподавания и зажечь этих детей, вызвать интерес к овладению языком. Да, мы сейчас в школах с 11-го года, с 12-го года начали преподавать интегрированные курсы языки, на английском языке фундаментальные предметы. Казахский язык мы тоже сейчас широко используем. Помимо предметов, когда в школах у нас проводят интегрированный русский и казахский язык, используют не только на уроках, но и на внешкольных мероприятиях, на многих воспитательных мероприятиях. У нас есть, помимо этого, и кружки в школах. Проводится различная масса мероприятий, в том числе и олимпиады, и какие-то конкурсы чтецов, написание тех же сочинений, эссе, как мы и говорим сегодня. Поэтому проводится огромная работа. Вот вы заговорили о кружках. Во всех ли школах действуют кружки? Каким образом действуют они? По желанию или ребята записываются? Да, вообще кружок – это желание ребенка, соответственно, и родителя, ходить в тот или иной кружок, в том числе и в кружок казахского языка. Но здесь я сейчас не могу цифры дать по всем школам подряд, но у нас казахский язык очень хорошо. Почему? Потому что среди русских школ у нас специальные, отдельно для русских школ мероприятия проводятся. Поэтому любая администрация школы, она заинтересована об участии. Если, например, школа не участвует на этих мероприятиях, тогда у нас возникает вопрос, и, естественно, мы проводим проверку. А почему? Есть ли кружки, есть ли какие-то факультативные занятия и так далее, и там подобное. Поэтому, тем не менее, это не говорит, что вот мы все сделали, у нас все хорошо, наверное, это и неправильно. Есть над чем еще поработать. Очень много вопросов. Жен-Суменшина, расскажите, пожалуйста, о самой программе обучения конкретно казахскому языку. Насколько она изменилась в последние годы? Что в себя включает сегодня? Ну, если говорить по нагрузкам, то вы знаете, что первые и вторые классы это увеличили на один час казахский язык, два часа в неделю. В среднем звенье у нас четыре часа в неделю. И в одиннадцатых, двенадцатых классах или десятых, одиннадцатых классах у нас по два часа в неделю. То есть в начальном звенье два часа, в третьем и четвертых классах три часа в неделю, в среднем звенье четыре часа, и уже в старших классах два часа. Как бы уменьшение, потому что идет подготовка к единому национальному тестированию. Дети начинают профильно уже ориентироваться по выбранному пути. Поэтому вот у них два часа. Да, у нас в последние годы, вот сейчас мы когда были в августе месяц на августовском совещании педработников республики, кстати, была презентация учебного, целого комплекса, учебно-методического комплекса казахского языка для русских школ. И сейчас вот она разработана, презентовали, делается экспертное заключение. Так что в этом плане очень много работ. Используем мы все, какие всевозможные технологии. Это и электронное обучение, это электронные учебники, это нестандартные формы урока. Масса всевозможных для достижения данной цели. Мы знаем, что вы были за границей, да, переняли опыт какой-то, да, вот преподавание вообще языков, система образования. Что можете сказать, вот что можно было бы перенять сегодня? По внедрению языка, что нужно применять? Мы должны, вот учителям я тоже говорю, мы четко, если мы говорим английский язык, мы должны создать эту среду. Учитель должен на уроке на протяжении всего академического часа говорить на английском. Только среда формирует язык. Точно так же казахский язык. Понимает ученик, не понимает, трудно, кому-то легче, кому-то вообще трудно. Но весь урок должен быть на казахском языке. Вы знаете, эта методика называется мозговой штурм. Значит, один день не понимает, второй день не понимает. Мозг постепенно переключается. Когда вы слышите чужую речь, вам тяжело. И вы автоматически хотите уйти, переключить программу, хоть телевидение, хоть что-либо, да? Потому что мы не понимаем, наш мозг отторгает чужеродный язык. То есть привычка идет уже автоматически. Но если нас будут заставлять детей, в том числе на уроке, вот учитель зашел, применяя различные технологии, различные виды, особенно, как вы сказали, игровые. С ребенка на ты, как друг, не как учитель, там, ты не знаешь, ты не подготовлен. К каждому подход индивидуальный. Язык, он тоже нелегко дается. Это очень тяжелый труд познать чужой язык. Поэтому здесь кропотливая работа педагога, это творческий очень подход. Желание, конечно, ребенка. А желание ребенка когда будет? То есть именно мотивация должна создаться. Когда учитель создаст такую среду, что ребенок не будет бояться, что это чужой язык. Я его не знаю и знать не смогу. Вот для этого надо создать. То есть главная задача привить интерес. Да, да. И вот еще у нас вопрос остался, так вот коротко. Поговорим о нем. Это переход казахского языка, казахского алфавита на латиницу. Ваше мнение, просто как специалиста, насколько оно повлияет, каким образом повлияет оно, в частности, на систему образования в целом? Ведь непосредственно сталкиваются ученики с этим. Ну, лично мое мнение, оно скорее положительное, чем отрицательное. Лично мое мнение. Но вы знаете, любое новшество, любая инновация, так скажем, любое нововведение, он в обществе привлекает не только положительные взоры, но и отрицательные, негативные. Кто-то просто боится любого нового. Но тем не менее, раз уж так суждено, общество развивается, цивилизация меняется. Поэтому идея латыницы, вот с точки зрения, наверное, профессионального, здесь, кроме плюсов, я минусы не вижу. Почему? Потому что, ну, сегодня мир принял английский язык как международный. Любую коробку открываете, все на английском языке. И здесь любое государство на постсоветском пространстве сегодня, все устремились к изучению английского языка. Это необходимость, если мы хотим вертеться, крутиться в международном, в мировом сообществе. И в отрасли науки, и в отрасли образования, и в любой отрасли экономики в целом. Поэтому, если мы идем к врачу, и врач нам выписывает рецепт на латынице, разве это плохо? Я не думаю, что плохо. Но здесь, наверное, это мое сугубо личное мнение. К этому тоже надо прийти, к этому тоже надо очень хорошо подготовиться. Единственное, подготовка нужна, да, большая? Нет, естественно. Вообще, надо, прежде чем к любому новому, хорошему, позитивному перейти, надо очень тщательно взвесить все за и против, и с минимальными, как говорится, потерями, и моральными, и финансовыми. Вот правильно планировать, как мы сейчас говорим, стратегически планировать. И переход должен быть, он только в конечном счете с плюсом, с положительным эффектом, я бы так сказала. Так, ну, вкратце мы, наверное, все аспекты, наверное, рассмотрели. Что-то есть у вас еще добавить, может быть, обращение к родителям по поводу изучения казахского языка? Может быть, не все осведомлены, что у нас действуют кружки различные, да, секции бесплатные? Я бы просто хотела добавить, этот год у нас ознаменован многими историческими событиями, в том числе этот год идет под эгидой Ассамблей народа Казахстана. И на этой огромной стране сегодня уживаются более 120 национальностей, казахи, украинцы, русские, татары, немцы и так далее. И в этом году огромное количество мероприятий было посвящено именно для дальнейшего сближения. Мы и так дружны, но чтобы эта наша консолидация была еще более крепка. Мы единый народ, и нам делить нечего, общая земля. Я вообще стараюсь и с педагогами, и с детьми, когда встречаюсь, надо любить. И что значит любить свою землю? Это не просто высокие такие фразы, пафосные слова. А почему не любить? Ты же из этой земли пьешь воду, по этой земле ходишь, живешь, работаешь, растишь своих детей. Ты на этой земле пригодился. Как ее не любить? Вот один большой корень вопрос. Но эта земля называется Казахстан, которая смогла собрать всех и создала равные условия для всех жить и развиваться. Что нас может разъединить? Именно неуважение друг к другу. И вот в этом году, вот недавно у нас было большое интересное мероприятие на базе первой школы. Пришли представители всех этносов. Участвовали директора школ, организаторы по воспитательной работе. И у нас был круглый стол. Именно главная тема – это дружба. Как взращивать эту дружбу? Она просто на словах тоже не придет к нам. Мы сегодня в школах создали классы дружбы. Если помните, раньше были клубы интернациональной дружбы «КИТ», когда мы учились в школе. А дети же всегда тянутся к дружбе, кстати. Дети всегда тянутся к положительному. Только ее правильно надо направить. А когда мы дружим, что нас объединит? Язык. Тот же язык государства, в котором мы с вами живем. Поэтому я считаю, что это уже должна быть потребность, это необходимость. Я, пользуясь случаем, обратилась бы ко всем нашим родителям. Надо любить вообще знание языка. Я еще раз говорю, это внутренняя свобода любого человека. Когда я очутилась в Англии, первые месяцы я была немая. Наверное, на меня смотрели, как на... Обычно, когда мы любим собаку и говорим, «Господи, глаза-то какие умные, а сказать слов нет». У меня было такое ощущение, я хочу говорить, но мой инструмент, мой язык, как неточенный нож, комплекс, что я неправильно сейчас скажу. И вы понимаете, мне там коллеги, учителя, англичане создали условия. Вы говорите, даже если это неправильно. Никогда они не смеются, не хихикают. Это же не ваш родной язык. Вы вправе делать ошибку? Чем больше человек старается говорить. Но вы, главное, говорите. Не смотрите, что вы не так ударение поставили, не так произношение. Английский язык, хоть и говорят кто-то легкий, я не скажу, что он легкий. Это когда две буквы соединяются и дают непонятно сколько звуков. Это в разном сочетании с гласными, так скажем. Это очень сложно. Поэтому, ну, когда я через 3-4 месяца начала уже свободно выходить в город и изъясняться, вы понимаете, я себя вдруг еще раз почувствовала, что я человек. Поэтому я думаю, если наши дети, наши родители детям будут прививать навыки, их толкать на это, учи язык, это тебе пригодится, это они сделают большой плюс воспитания своих детей. Этот ребенок будет свободен. И важно на казахском языке, на русском, на английском. Сейчас мы сколько видим по республиканскому телевидению русские, русскоязычные молодежи, девушки, парни так свободно владеют казахским языком. Это же красота, это свобода этого человека найти свое место в этой нише. На такой, наверное, ноте мы завершим нашу программу. У нас в гостях была Женсу Уминешина Туримуратова. Спасибо вам огромное за столь интересную беседу, обширную. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин